Большинство рецептов новогодних блюд звучат примерно так. Возьми картошку, колбасу, жирную рыбу, хлеб и залей это майонезом. Такой рацион трудно назвать здоровым, особенно в сочетании с алкоголем и сладкими напитками. Каких правил можно придерживаться, если такого меню уже не избежать? Нужно помнить, что майонез состоит из яйца, подсолнечного масла и горчицы. Это если брать классический рецепт, в некоторых случаях туда добавляется еще крахмал и на какой-то из компонентов может быть реакция. Что касается алкогольных напитков, то опять-таки с точки зрения аллерголога-иммунолога хотела бы отметить, что лицам с аллергической реакцией, допустим, на сорные травы, на пыльцу деревьев я бы не рекомендовала пить настойки, вермуты, коньяк, потому как там имеются те компоненты, которые тоже могут вызвать серьезную аллергическую реакцию. Опасность для организма может таиться и в, казалось бы, безобидных овощах. Если вы однажды стали жертвой аллергии на пыльцу или пылевого клеща, спровоцировать неприятные последствия могут перекрестные продукты. Если это плещ домашней пыли, то у таких пациентов может быть реакция на креветки и на всех видов панцирных. Это на крабов, омаров. Реакция может наблюдаться при употреблении раков. Если у пациента аллергия на пыльцу березы или пыльцу олехи или лещины, то при употреблении таких продуктов, как орехи, яблоки, сельдерей, сырая морковь, некоторые виды пряностей, может наблюдаться аллергическая реакция. Если у пациента аллергическая реакция наблюдается на пыльцу сорных трав, то для него может быть небезопасным употребление в пищу семечек, кабачки, баклажаны, томаты и тыква с дыней. Как отмечает врач, во время застолья важно придерживаться меры, даже если злоупотребить деликатесами, ну, очень хочется. А предпочтение следует отдать натуральным продуктам без фабричной обработки – мясу, белой рыбе, фруктам и овощам. Ариадна Кугушева, Универньюз.